привет друзьям в этом ролике я расскажу что у нас происходило с матчей с сергеем жигалка который мы играли 20 октября 6 побед что происходило в тех партиях которые я играл черными ссылка на ролик прокомментированными партиями белыми фигурами прилагается во всех партиях матча у нас была защита каракан во всех партиях я играл черными потому что сергей жигалки играют только е4 вот а я люблю играть защиту каракан один из основных вариантов закрытом варианте значит в закрытой системе один из основных вариантов конь d2 и здесь а4 более популярна карякинская расстановка с немедленным конь b3 вот на конь b3 ход g5 мне кажется неплохим потому что коню на b3 особо делать нечем и вот в этом матче сергей показал достаточно новую для меня концепцию ведения борьбы белыми связанную с ходом ладья е1 и конь f1 он идет на королевский флаг он на b3 он борется с ходом c5 здесь последовало а4 я отреагировал на мой взгляд неудачно я люблю ход а4 встречать ходом а6 но у хода а4 какая идея смотрите белые хотят поставить пешку на а5 немножечко стряножив коня d7 потом провести c4 поставить своего коня на c4 откуда тот прицеливается к слабому полю d6 а черные коня с d7 не могут никак активизировать его место на d5 он туда попасть не может поэтому ход а4 скорее всего надо встречать ходом c5 немедленно сразу бить пациент на dc конь c6 а на c4 размен бьем на e5 надо проверять вот эту позицию черные выиграли пешку но с другой стороны слон на f5 под боем король застрял в центре компенсации у белых точно есть на эту позицию надо изучать также интересен ход ферзь c7 если теперь белые сыграют a5 вот например против сжигалка как раз сергея гроссмейстер пиральта играл вот g5 после c4 слон g7 как-то белая поля немножко послал кстати я не понимаю почему здесь гроссмейстер пиральта cd не взял при случае по линии c может сам зайти радиация 8 слоном на c2 связка слон b5 это больше проходит на шутку потому что черные рокируют ладья fc8 и коня через f8 на g6 если бы я эту партию посмотрел видел заранее то может быть на это и пошел вот опять в общем не удачен чем акта опять при коне на b3 вот опять кстати очень неплохой потому что не позволяет пешки дальше стесняться но при коне на d2 у белых есть идея повторюсь c4 конь бьет c4 но есть и другие идеи здесь очень сильный ход ладья е1 сделал сергей ну вот чаще играли конь б3 на конь б3 уже g5 пешка на а5 стоит вполне нормально здесь после конь б3 g5 у черных полный порядок на мой взгляд а вот после хода ладья е1 ход g5 ослабляет белое поле я поставил знак сомнительного достоинства но на деле так играть можно по крайней мере здесь у черных был ресурс c5 слон на b5 не опасен мы коня на c6 поставим а коню на поле b5 очень далеко после хода конь f1 ну и после слон g6 белые сделали странный ход слон d3 ход позиционно обоснован потому что ходы вот движение а6 и g5 ослабили белая поля на королевском фланге черных поляже 4h5 если окажутся на них белые фигуры то черным не поздоровится вот здесь конкретно был ход g4 и как после слон бьет g6 черных полный порядок и c5 грозят и слона 6 и даже и в 6 есть такая идея слона потом на д6 черных здесь позиция не знаю насколько она хороша но мне она нравится после коня h4 можно было разменяться и начать давить на ферзи в фланге кстати пока коня h4 под прицелом то есть тоже такая сложная позиция я сделал слабый ход слон g7 просто откровенно слаб и что противно с дурной идеи взять на g6 пешки вот сейчас белые могли взять рубить слона и если конь бьет g6 немедленно конь на h5 оказывается не видно удовлетворительного способа помешать конь g3 и конь h5 ладьяна е1 стоит шикарно не позволяет пойти f6 потому что там пешка е6 сразу же под прицелом окажется но в случае в же б3 слон переходит на d6 пешка идет на c4 также снова у белых великолепная позиция после h4 снова мне стоило взять на d3 и пойти g4 но мне казалось что с движкой пешки и всем на же 6 она не то что безопасно она выгодно черт ресурса слона 6 я не ну и в партии было нечто подобное было же 4 кони h2 то есть снова белом надо было бить на g6 на так упорство в заблуждениях а вот здесь если бы я взял на d3 пошел слона 6 позицию оставалось совершенно не ясной коль на аж попал наш 5 не напасть если выводить ход g3 ослабнут белая поля и у черных есть стандартная игра связанная с ходом c5 нужный момент эта позиция совершенно точно порядке после ферзь b6 у черных тоже полный порядок просто вот здесь в этот момент следовало консолидироваться ладью h8 развить есть неразвитая фигура и и надо раз шахматы игра простая главное соблюдать правила правила тоже известны неразвитые фигуры надо развивать за центр бороться сейчас на е5 подвисает белых и эта позиция у черных может оказаться что она даже и получше центр разбили противника король на безопасность конь на аж 2 скучает и достаточно долго будет скучать ход ферзь b4 слабый но позиция еще далеко не проиграна просто вот в этот момент вот и в ответ на конь е3 размер на д5 неизбежен но стоило хоть он а6 сыграть взятие на д5 мы не боимся но на 6 подрезал коня аж 2 после конца 4 ну такой проник на д6 у белых получше но еще полна жизни позиция на б7 не забрать на g6 на е6 тоже пока не добраться до этих слабостей после ладья hd8 белых взяли и остался падает на g6 на е6 несит на аж 5 g4 тоже падает вот это вторая партия матчей первая партия сыгранная черными следующий пар следующий партий в этом же варианте конь е7 ладья е1 последовала вместо а4 снова этот коварный ход ферзь c7 вполне нормальный ответ а4 но при ладье на а1 g5 уже играть не обязательно можно можно цепить начать все-таки он не попал на b3 он не стал нам препятствовать проведение программного продвижения пешка на а4 непонятно как она мешает проведение опять более того отличие от первой партии матча который я играл черными 2 предыдущие разобраны черных сохранилась пешка на а7 она может поле b5 под контроль взять так что c5 ход нормальный но я думаю что и g5 играть можно просто на коне f1 конь поскакал еще дальше от перзевого фланга вполне стоило пойти c5 за 5 с идеей коня на c6 поставить как-то начать бороться в центре белыми пешками e4 и e5 ход 3 0 тоже вполне нормальный вот эта позиция мне нравится то что я получил мне кажется вполне симпатично можно было разменяться теперь если ферзь бьет d3 то черные просто лучше стоят них и на королевском фланге h5 h4 есть возможность и на ферзевом есть конь c6 cd конь b4 конь c2 то есть по линии c если кто и будет играть то три черные я сыграл немедленно c5 но на c3 как можно было не взять здесь были две возможности оружие немедленная g4 или немедленная слон бьет d3 о том же 4 в обоих случаях черным не на что жаловаться ни одной плохой фигуры слоны 8 выходит по линии c если кто и давит то черные c4 белые не могут пойти там по линии d их сразу же начнут ладьей серьезно беспокоить уход c4 это ошибка уровня примерно третьего разряда сняли напряжение в центре и посмотрите какая мощная пешечная цепь у белых c3 d4 e5 ну на пешку d4 не напасть до пешки c3 не добраться мужа на пешке b2 защищена здесь у черных просто хуже стабильно хуже более того нельзя бить конем потому что h3 конь g3 встает на h5 2 идет на g4 давайте укажу на конь g6 последует просто h3 вот с такой идеей конь h5 конь h2 конь g4 потом ладья f1 после этого и белая по линии ф продавка сами на ферзьевом фланге черный никакой контур и затеять те фигуры стоят ужас приходится бить fg и теперь слон выходит на а3 у черных плохо хотя в дальнейшем дальше давайте достаточно быстро мы пробежимся снова мне дали шанс ну вот здесь надо было пожертвовать пешку потом g4 но это ерунда то что я делал вот здесь надо можно было получить попытаться контргруппу а5 если белая разменяется на 4 слабость если b5 то тоже на а4 слабости при случае пешка а отдаленная проходная ну и не реагировать нельзя пешка c будет проходной но и после ферзь е7 серьезная неточность позволяла мне коня е4 воткнуть или белым надо качество жертвовать но даже в конце мой опытный противник умудрился испортить позицию казалось бы совершенно выигранная позиция у белых владеют линии f и вот перебросив ферзя на f4 видимо могли добиться победы то есть важный момент ферзи веншплю белых близких выиграл вместо этого последовало ладья f6 и у черных был шикарный ход а6 теперь король надежно спрячется на поле а7 и и важный момент нельзя бить на g6 и за ферзь h7 и белая без ладья а после ферзь c1 белый король теперь открыт и количество пешек значения не имеет то есть на доске у нас тяжелофигурный эшпиль а в тяжелофигурном эшпиле главным фактором оценки позиции является безопасность короля так вот черный король на а7 будет спрятан а белый открыт всем ветрам вряд ли компенсация за пешку мощную центральную защищенную проходную пешку будет достаточно более чем для ничьей но для ничьей и точно хватит а после ладья f5 перзи веншплю быстро превратился в пешечный а нет и превратился в пешечный здесь посыпались пешки е6 d5 и пешка f проходит в общем я не стал здесь проверять технику противника следующей партии снова сергей вместо ладья е1 вот в этой позиции пошел а4 тоже интересен ход c5 и единственное что меня смущает входит c5 это статистика четыре из четырех четыре партии было сыгранных потом c5 и во всех четырех белые выиграли матинян обыграл федосеева в 2013 году на дичь пиральту в 2016 то есть c5 ход интересный но статистика пока не в пользу черных требует серьезного изучения я пошел ферзь c7 этот ход нормальный здесь конь g6 можно тоже было g5 пойти один из основных ходов здесь жигалка тоже обыграл пиральту а это мы с вами очень интересно в этой позиции c5 и на c4 срочно прикрыть пешку поле b5 тоже требует серьезного изучения на практике эти позиции встречались но крайне редко основными теоретическими не являются у черных есть некоторые проблемы я поставил коня на g6 есть серьезный недостаток в этой остановке грозит g4 потом и в 3 черные слона h5 конь d3 выход кстати слон бьет h5 и черным пришлось бы жертвовать качестве впрочем здесь для блица так жертва более чем хорошая потому что сейчас последует при 0 ладья алинияш или по линии же даже заработает больно h4 стоит достаточно грозно а пока угрожает cd на е5 подвисать будет и на c2 в каких-то вариантах если в конь c1 уйдет при словах 3 пограживает вот непосредственно сейчас здесь определенная компенсация есть сергей не рискнул взять на h5 стоило сделать тракеров в связи с этим длинную аж 4 ход чуточку похуже потому что сейчас ходу c5 могли помешать условно е3 то есть c5 то ход есть но здесь черным предстоит отбиваться похуже ущего нет надежного такого прикрытия у короля ну и контрыгру черное движение пешка аж пока не получили с другой стороны не сильно похуже фигур белым не так просто до короля добраться и вообще какую-то у серьезную активность не видно как получать сергей ошибся сыграл слон же 4 вообще после движения пешки аж я обратил внимание что сергей считает выгодным для белых размер белопольных слонов во всех партиях где пешкаш у меня двигалась она двигалась во всех партиях сергей не избегал а именно стремился к смену пола поле действительно тут появляются у белых идеи связанные скажем с f4 f5 то есть без белопольных слонов это проводить намного проще с другой стороны и черным вот здесь стоило пойти аж 3 и потом мне этого не хватило белые должны играть g3 иначе структурой будет не пойми что а в этом пешка аж 3 теперь она неприкосновенно ее забрать не просто вот поле g2 но на него как-то надо потом будет устремиться ферзем то есть здесь контр игра после c5 у черных очень серьезная на мой взгляд я немедленно сыграл c5 и белым сергей мог разменять коня g6 пешка g7 висит и теперь зафиксировать вот эту неудачно расположенную пешку на h4 вместо этого последовал размен на c5 и я зачем-то взял центральную пешку в этой партии я получу красивый мат но было еще не очевидно можно было взять на c5 комп считает что эта позиция равна просто равна правда глубины он не набрал а у белых так с материалом не очень хорошо где-то они пешку жертву вблиз шансы белых не хуже это точно но черными черными такие позиции тоже можно играть я взял центральную пешку многие решили что эта партия перевертыш только потому что я зевнул мат но я не зевнул мат меня просто здесь здорово переиграли под d4 я считал что играю ну борюсь за победу захватываю пространство просто необходимо было ввести в бой дремлющую ладью h то есть вот здесь у черных шансы на мой взгляд вполне есть то есть даже если объективная оценка в пользу белых у черных есть свои серьезные козыри у них преобладание в центре из-за пешки к c5 и a5 белопольный слон может оказаться немножко малоактивным черным бы еще коня вот на f5 перевести если бы конь стоял на f5 я бы вообще считал что у черных лучше а вот после d4 к сожалению и ход a6 меня убивал и после слон d2 ну снова я не угадал какую ладью поставить на c8 это грубая ошибка потому что теперь вот в этих позициях король может уйти на f8 а вот после ладья c8 вот хочется убрать короля подальше а на f8 то я его не могу поставить в этом случае ладья совсем выключится из игры а ее надо в игру ввести непременно отсюда ход король f6 ну и эта позиция проигранная у черных ход ладья a5 очень жесткий черные не могут бить на a5 потому что там просто пройдет потом пешка в ферзи а после ферзь b7 такой вот очень симпатичный мат я получил массу удовольствия видите а стоял бы коль на f5 даже эти позиции были бы у черных хорошие то есть конем на f5 король на f6 себя чувствовал в большей безопасности ну и еще одна партия на эту тему снова a4 a4 вход понятен а нет стоп погодите так это была последняя партия потому что это первая то есть вот так вот четыре партии набрал я одно очко из этих четырех черными ну и итогами дебюта очень недоволен чувствуется что тренинг я проводил давненько год назад на тему закрытого варианта защиты каракан что появились новые идеи у белых ну и мы непременно проведем после тренинга по редким вариантам проведем тренинг по закрытому варианту защиты каракан здесь появились позиции которые очень интересно было бы поиграть ну что ж всем спасибо за внимание напоминаю с вами был международный гроссмейст Роман Овечкин подписывайтесь на мой канал жду лайков и безлайков до свидания